Проект, изменивший жизнь. Дизайнер из Молдовы Виктория Качиеру стала одной из трёх финалисток американского телешоу «Проект Подиум». Попасть туда было очень сложно из-за бесконечного количества отборочных этапов. Мы проходили и медицинские, и психологические тесты. Нужно было соответствовать определённым параметрам, чтобы хорошо смотреться в кадре, но всё это стоило того. За возможность принять участие в проекте ежегодно борются несколько тысяч человек со всего мира. Однако отбор проходит только 17 человек. Их на два месяца запирают в особняке без интернета, телевизора и телефона. В каждую неделю участники получают задания, например, за несколько часов перешить мужской пиджак в женский или сшить платье из рождественских гирлянд. Съёмки проходили в Нью-Йорке. Для понимания масштабов скажу, что бюджет шоу составляет 200 миллионов долларов. Во время съёмок у нас была охрана. Они защищали нас от папарацци. По правилам, до премьеры никто не должен знать участников. В составе жюри были Том Браун, Брэндон Масквелл, Карли Клосс и Сирена Уильямс. Виктория смогла пройти в финал и занять второе место. Призы, которые я получила, ничто по сравнению с тем количеством внимания обычных людей и потенциальных клиентов, которые я тогда получила. Сегодня я чувствую, что могу строить карьеру именно так, как мечтала. История Виктории Качьеру больше похожа на сказку о Золушке. В Америку она попала случайно, выиграв в лотереи гринкард в 2015 году. Уезжая из Молдовы, она оставляла в стране небольшой магазин авторской одежды. В США ей пришлось начинать с нуля. Два года мы пытались что-то сделать, и у нас ничего не получалось. Пока наши друзья покупали себе дома и дорогие вещи, мы все заработанные деньги вкладывали в собственный бренд и каждый раз безуспешно. Там важно иметь знакомых, кто бы что ни говорил. Только за океаном я поняла истинную силу молдавского кумовства. Оказывается, это работает. Благодаря настойчивости Виктория смогла открыть онлайн-магазин, а сразу после участия в телешоу нашла инвестора для создания фабрики по производству одежды. Роль бизнес-вумен она сочетает с ролью мамы трехлетнего крестьяна. Я не типичная мама, поэтому у меня даже мысли не возникло о том, чтобы приостановить работу. Всегда найду выход. Такая у меня натура. Например, я могла не купить себе дорогую сумку или что-нибудь еще, а на сэкономленные деньги нанимала няню. Это позволяло выходить в люди и заводить полезные знакомства. Виктория говорит, что добиться успеха ей помогает поддержка мужа и родителей. А еще желание покорить мир, о котором она не забывает ни на минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова